Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Мы с Лунем живем два с половиной года. Так, до этого вы были знакомы с ним? Сколько времени вы были знакомы? Как много вы общались с своим мужем? Успели ли вы его узнать? Успели ли узнать он вас? Потому что вот то, что вы описываете после, то, что вы описываете после, очень здорово, очень сильно похоже на то, что вы друг друга недостаточно хорошо знаете. Вот были разные проблемы. Проблемы какого рода? Проблемы из-за чего? Потом даже в период был постоянно ссоры. Опять же, из-за чего постоянно ссоры у вас были? Что заставляло вас ссоры с ним? Знаете, вы пишете, что нашли общий язык, но вы не пишете о том, что вы решили проблему. Скорее всего, проблемы не решены, и они есть. И мужчина, видимо, их не проработал, не разрешил. Вы их не разрешили. Далее, сейчас я даже не знаю, что делать. Я его раздражаю. А с каких пор, вот, с какого момента вы начали его раздражать? То есть, что произошло такого, что вы стали его раздражать? Как я понял, это было не сразу. Как я понял, это не возникло вот прямо в начале вашего брака. А это случилось, ну, вот, спустя какое-то время, да, после периода, когда были постоянно ссоры. Соответственно, давайте подумаем, с чего это началось? Может быть, у вас было какое-то недопонимание между друг другом? Может быть, вы не поняли друг друга в какой-то момент? Может быть, была неверная интерпретация, неверные забытия, неверные выводы, которые сделал ваш муж, например. Он постоянно кричит на меня, значит, посылает по всяким мелочам. Так, ну, это говорит о том, что ваш муж, он подавляет свои желания. То есть, вот, он через вас, он реализует свои чувства, он говорит о своих переживаниях вам таким образом, но он не реализует их напрямую, свои желания. Чем это связано? Сказать, конечно, сложно. Может быть, он считает, что вы его не поймете, братство, потому что вот у вас были ссоры, да, и, как я понял, не было достигнуто, не было, не были достигнуты договоренности какие-то. Вот. То есть, соответственно, у него внутри есть противоречия, у него вот внутри давят желания, давят чувства на него, но он не говорит о них. Либо он вам не доверяет, либо просто не умеет. Опять же, когда были ссоры, наверное, он вам говорил о своих желаниях, о своих чувствах. но вы, видимо, не так поняли, не так интерпретировали. Кроме того, когда вы говорите, что у вас были постоянные ссоры, это частично бег от ответственности, потому что кто ссорился? 50% это вы что отвечали, что позволяли провоцировать себя, да, на ссоры, даже если он инициатор. И вопрос, опять же, главный, для чего вы это делали, почему? То есть необходимо, чтобы отношения развивались, чтобы они нормализовывались, нужно понимать свою роль в том в том или или ином событии, в той или иной ситуации, в том или ином происшествии. то есть то, что он кричит посылает, не воспринимает на свой счет, он говорит о себе в этот момент, не о вас. Я приехал на обед позже его на 10 минут, если я сделал что-то не так, как он представлял, он сразу начинает психовать, обзываться. Ну, еще раз говорю, это не у вас проблема, не конкретно у вас, это проблема его противоречия, проблема его восприятеля. То есть может быть он любое ваше поведение, поступок воспринимает исключительно как угроза себе, как оскорбление себе. например. Вопрос в том, почему. Либо это неуверенность, либо это обиды на вас, которые копились через ссоры. В противном случае, вот в этом случае, в последнем случае, вам нужно будет действительно какое-то время побыть отдельно, чтобы человек побыл наедине с собой, переосмыслил какие-то вещи, понял их немножко лучше и готов был бы с вами разговаривать, потому что сейчас разговора не получается, как видите. так, значит, сказал, что его от меня трущит, не очень понятно, что значит, он не хочет бывает меня видеть, мои звонки его раздражают, а зачем вы ему звоните, если знаете, что он раздражается, для чего. Потом он выходит из дома и с друзьями тоже улыбается и хорошо общается. Ну, видимо, да, друзья ассоциируются у него с тем-то хорошим, мы с тем-то плохим. Ассоциации связаны именно с эм, ну, с эмоциями, которые вы ему приносили, и если мужчина продолжительное время получал от вас негативные эмоции, то скорее всего вы у него плотно ассоциируетесь с тем-то негативным и из-за этого такое его отношение и поведение к вам. Далее, так, ну, говорит, негодяй со мной разговаривает, приходит домой и молчит. Ну, это, опять же, разочарование у вас, плюс защитная реакция, то есть человек защищается от вас, человек не пускает вас в свой внутренний мир, потому что у него на вас обидят. Либо он боится, что вы еще больше притяните ему боль. вопрос в том, чья эта проблема ваша или его. То есть, действительно вы можете причинить ему боль своим поведением, тем, что ссорились, например, тогда, когда были проблемы, как вы реагировали на эти проблемы. Либо это его проблема, проблема восприятия именно. в первом случае вам нужно занять такую выжидательную позицию, вообще его не трогать, может быть, то есть сразу уходить не стоит, а вот какое-то время побыть знаете как, чужими, да, вполне можно. То есть вы просто перестаете к нему приставать, перестаете с ним разговаривать, как-либо взаимодействовать и просто каждый занимает своими делами. Вот. С другой стороны, если он не хочет вас видеть, то почему реагирует на приезд к обеду позже так сильно. То есть ну приехали вы позже на обед. Но если он не хочет перед вас видеть, то это здорово же, улучшается, а вы хочет, что нет. То есть плюс к тому, вот если вы делаете что-то не так, как он представляет, это тоже такого своего рода подчинительный вектор поведения. И здесь опять же момент. Всегда ли он себя так вы и всегда вы подчиняем? Или нет? То есть вам вот коллега например говорит, что у вас отношение ребенка и отца. Я не знаю, может быть, но по тексту я не могу сказать, что это так. Можно разбираться более подробно. почему он считает, что может раздражаться для того, что вы приехали на обед позже или сделали не так, как он представлял. Да, вы можете его раздражать, да, вы можете вызывать у него негатив, да, он может на вас кричать и посылать, да, он может с вами не разговаривать, это не то, чтобы нормально, но бывает. А вот то, что он пытается вас подчинить, это говорит пользу уже вашему поведению. То есть вы выбрали себе такого мужчину, который вас подчиняет. Вопрос в том, всегда ли он был таким, если не всегда, то как вы собираетесь реагировать на его нового, вот такого, какой он сейчас. так, значит, ну, человек от вас закрыт, потом сказал мне, что я ему не нужна. Вы знаете, вы говорите очень много о том, кто кому чего сказал, но при этом не говорите о своих чувствах. чувства-то где ваши именно. Вот нас интересует ваше чувство. Ага, значит, вы говорите о нем, но ничего не говорите о себе. То есть вот, как вам это воспринимается? А? Обидно ли вам? Больно ли вам? Оскорбительно ли вам это? позволительно ли такое поведение мужчины? Если да, то почему, если нет, то почему? Как вы сами относитесь к тому, как он себя ведет? Как вы думаете сзанок? Почему он так себя ведет? Я думаю, может уйти, может он потом поймет и попробует вернуть? Ну, вот здесь у вас бегает ответственность. Опять же, то есть это значит вернуть. А вы сами чего хотите? Что значит вернуть? Вот вернуть это значит взять за вас ответственность. А вы сами вы чего хотите? Зачем? Вы что готовы делать для того, чтобы получить то, чего вы хотите? Вы за себя отвечаете, вы отвечаете за свое поведение? Например, если мужчина так к вам относится, он как минимум вас принижает. И зачем возвращаться к тому, кто вас принижает? Вот. Я думаю, может уйти, потом поймет. А если не поймет? А если поймет, но ничего не изменится? Например, почему вы готовы простить его? Даже ущерб себе? Вот очень не понравилась ваша фраза попробую вернуть. То есть вы ждете, что вас будут возвращать. Но при этом люди, когда возвращают, вот мужчины, когда возвращают женщину, они могут обещать что угодно. и ничего не меняется. И ничего может не меняться. Поэтому дело не возвращение. А в том, меняется человек сам или нет, для этого нужно не возвращение, а заново новое отстраивание отношений по-новому, по-другому, через новое восприятие друг друга. Вам его нужно воспринимать по-другому, и он вас тоже должен видеть по-другому. Для этого да, нужно побыть по-отдельности, но не возвращаться. Я в растерянности, не знаю, что мне делать. А чего вы хотите для себя? Вот почему вы в растерянности? Завтра унижают, оскорбляют, посылают. Вы в растерянности. Значит, что, у вас проблемы с самооцеркой? У вас проблемы с уверенностью в себе получается? Я его люблю и хотелось бы сохранить отношения. Зачем? Для чего? Для чего сохранять отношения с человеком, который вас сейчас, на данный момент, ни во что не ставит? Вообще! Зачем сохранять отношения с таким человеком? Вам эти отношения что дают? Лично вам отношения что дают? Подумайте, пожалуйста. Потому что это важно, очень важно, важно для вас. Что вам дают эти отношения конкретно? Как мне быть? Ну, я предлагаю вам начать с отчуждения, то есть, я говорил об этом. И потом, если эффекта не будет, то да, раздельное проживание, и впоследствии, если он изъявит желание вас вершить, то не возвращаться к нему сразу, а именно выстраивать новые отношения. То есть, четко установить грант того, что он может делать, того, что он не может делать, того, что для вас позволительно и что не позволительно. Потому что, если вы будете вести себя так же, то ничего не будет. Даже если он поменяется, он все равно вернется к своему приятному поведению, потому что у него не будет стимула, у него будет стимула для того, чтобы что-либо взять. А мужчина, он не будет что-либо взять, если это работает. Понимаете? И в обязательной порядке уверены в себе и самооценку. Нужно прорабатывать, потому что она у вас самая сильная. Вероятно, вы боитесь остаться одна. И еще. И вероятно, вам важна семья сильно. Если важна семья, то, значит, коллега была права, и у вас действительно отношения душили с отцом, потому что семья не может выступать оправданием для такого поведения. И если она выступает, значит, вам это для чего-то нужно. А значит, вы пытаетесь удовлетворить свои потребности через мужчину. А это значит, что вы воспринимаете мужчину как средство. И это означает, что мужчина, скорее всего, ваше отношение к себе чувствует, и ему оно не нравится. Понимаете? Вы не независимы от него. Вы зависимы через чересчур. И сегодня он перестал видеть в вас, женщину, свою супругу, партнера и чувствует, как вы растворяетесь в нем. И то, что вы растворяетесь в нем, как бы мешает ему видеть ту, кого он любил. Ту, на ком он женился, например. И из-за этого раздражение. Ну и также я рекомендую вам увидеть, увидеть свою ответственность за то, что происходит. За ссоры, за проблемы, за находение общего языка, и так далее. И чтобы у вас было поменьше вот этого вот, я не знаю, что мне делать. Для того, чтобы знать, что вам делать, нужно знать, чего вы хотите. Что для вас ценно, дорого, какие у вас идеалы и какие у вас принципы. Вот это самое главное. Тогда вы всегда будете знать, что делать. Если у вас этого нет, то нужен личностный рост. И с этим я могу вам помочь. Но справедливости ради, не только я, но и многие мои другие коллеги тоже могут. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его, лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.